Начало апреля. А сообщение о начале паводка из районов области пока что не поступает. Зима была снежная и логично вроде бы ожидать скорого и масштабного подъема воды в реках и водоемах. В прошлом году в связи с подтоплениями в некоторых районах возникали даже нарушения транспортных сообщений. О готовности дорожников к возможному подъему воды в материале нашего корреспондента. Крупных паводков в регионе не было несколько десятилетий. И только в прошлом году в регионе повторился рекорд 1974 года, когда уровень воды поднялся почти на 7 метров. Тогда пострадали дома, хозяйственные постройки, многие региональные трассы тоже оказались в зоне подтопления. К примеру, в прошлом году, когда лед тронулся на реке Дон, пришлось временно развести понтонный мост в Шилово. Для сведения, на этом оживленном участке только в час проходит до полутора сотен автомобилей. И если движение через понтонную переправу перекроют, то дорога в объезд станет длиннее на 40 километров. Но в Усманском районе ситуация тогда вообще оказалась катастрофической. Река Усманка так поднялась, что дорожное полотно полностью скрылось под водой. 15-20 сантиметров точно прибавилось. А это мы сделали, чтобы на огороды не текло. Дорожники говорят, что в этом году уже знают, где самые уязвимые точки. Возможно, будут сбросы с верхней расположенных водохранилищ. Водоемов, допустим, в частности, с Липецкого водохранилища, уровень сброса, который может говорить о повышении уровня нашего водохранилища, естественно, он будет регулироваться, чем также сбросом в реку Дон. Река Дон, если напитает соседние артерии, также будет, возможно, какое-то подтопление. По словам руководителя департамента, в этом году масштабных паводков не ожидается. Ситуация находится под контролем.